добрый день мои дорогие друзья наконец-то и у нас на севере стали зазревать наши северные ягоды в частности посмотрите вот какая красота это морожка вот здесь у меня в одной тарелке уже совсем спелые ягоды а вот это еще будут дозревать они дозревают кстати варенье я конечно из морожки не варю потому что будет очень много косточек а что я делаю из этих ягод я готовлю наливку наливку на алкогольном напитке каком-нибудь и с добавлением сахара у меня кстати осталось даже с прошлого года еще одна баночка вот стоит в холодильнике сейчас вам покажу посмотрите она у меня стоит ждет своего часа что приедет взять очень любит эту наливку а то что я приготовлю вот из этих уже свежих ягод этой наливочке нужно будет еще выстояться два месяца кстати морожка очень полезная ягода в этих ягодах очень много витаминов например таких как витамина c а а также b1 b2 а вот это посмотрите это листочки от морожки они кстати очень полезны также как и ягоды на основе этих листочков готовят отвары а эти отвары очень помогают при простуде болезни горло особенно кстати при бронхете также вот эти отвары помогают для заживления ран и даже ожогов но это уже наружно протирают раны а также отвар из листьев морожки обладает противомикробными свойствами так что посмотрите какие это полезные ягоды сколько в ней в этих ягодах полезных свойств вот посмотрите я вот так вот рассыпала все листья морожки и буду их сушить сохнуть они мне будет естественным образом вот так лежать присушиться или немножко переворачивать красивые листья и так ягоды я тщательно все прочистила отделила все листочки веточки и пересыпала ягоды вот в такую большую бутыль вот посмотрите видите она уже дает сок а сейчас я засыпаю ягоды вот примерно таким количеством сахарного песка но это вообще делается по вкусу кто любит посладше можно побольше сахара а я люблю вот так средненько так вот мы засыпали сейчас она немножко постоит сахара зайдется и я залью морожку алкогольным напитком в количестве примерно 0 7 литра ну и вот наконец завершающий этап наши ягоды морожки посыпанные сахарным песком заливаем спирта содержащим напитком у меня здесь его 0 7 литра вот получилось практически полная банка сейчас мы ее плотно укупоривая крышкой взбалтываем все это а лучше даже перемешать перед тем как закрыть крышкой я советую накрыть горлышко пищевой пленкой и уже затем крышку убираем нашу баночку с наливкой в темное теплое место на одну неделю но каждый день надо вот так вот взбалтывать чтобы сахар полностью растворился по прошествии недели опять достаю взбалтываем и убираем куда-то я обычно держу до двух месяцев в каком-нибудь темном месте по прошествии двух месяцев я процеживаю наливку через сито и несколько слоев марли разливаю графинчик и приглашаю в гости друзей чаще всего это бывает уже осенью ближе к зиме и яркий янтарный цвет наливки напоминает нам о олете попробуйте и вы приготовить такую наливку всего вам доброго до свидания я